А сегодня у нас такое долгожданное событие, наконец, свершилось. Три года. Да, мы с нашей, я предложила три года тому назад, и наконец-то. Ну все должно, да, все должна лечь карта, там звезды расположиться. Я выступал во многих университетах, в Венконге, Шанхай, Чиньцзяне, Пекине, Сианских академиях. Я когда видел разного рода публику, публику восточную, публику менталитет европейский, но в принципе вот где-то такой проводящей ролью, красной нитью, было всегда интересно соприкосновение моё с еврейским народом, уникальным народом, через которого Всевышний дал свой завет остальным народам мира. Вот сегодня, честно говоря, я сакцентирую своё внимание на этих аспектах, хотя у меня тема была, как я созначил вначале, это действительно, буду сказать, наука жизни новой, в ключе содружества русского, украинского, еврейского народа. То есть, в любом случае, прожили мы много столетий вместе, наши культуры перемешаны, наши культуры как фрагментарные, но в то же время наши культуры единые, единые в цивилизационном аспекте человеческого развития и человеческого миропонимания. Многие годы, когда, в принципе, мне говорят, слушай, Саша, как ты написал вот это всё? И ты так, подумай, как мне сказал один человек, мой замечательный друг, Борис Степанович, он говорит, с такой книжкой, не стыдно ходить вечером, потому что защищаться с ним можно хорошо. Я говорю, ну, как говорится, не весом, а интеллектом будем брать. Поэтому вот сегодня, дай Бог, чтобы это было бы не массой, которая может продавить этот стол, а интеллектуальным наполнением. И вот когда я вижу всегда перед собой публику, я в любом случае представляю себе открытую книгу, открытую книгу человечества, потому что каждый человек на этой планете, каждая судьба – это большая поэма, огромной поэме вселенской, которую сделал Всевышний. Когда мы смотрим на небо, есть замечательное выражение Канта, которое звучит так, как что есть две вещи, восхищающие мой разум, мой интеллект – это моральный закон во мне и звёздное небо надо мной. Я, в принципе, с юности эта фраза была проводящая через всю мою жизнь. Она всегда меня затрагивала. Моя мама, как физик, как астроном, она человек уникальный, и в 4 года, вернее, 3,5 года, я знал практически все созвездия на небе, все прецессии, знал код всех планет, потому что она всегда лечила карты звёздного неба, и я знал, где Таукита, где Проксима Центавра, где Большая, где Мама Медведица, где Волосы Вероники, где созвездия Водолея. То есть я практически знал всё в этом плане, даже ещё разбирая первые буквы, но я уже знал созвездия. И я понимал, что созвездия – это не просто созвездия, это символы, это символы вселенского духа, это символы вселенского слова, которое складывается в ямбы, в хореи, и получается, что одна большая вселенная – это одна большая красивая поэма, где мы действительно… И вот я, когда написал свою первую… Один Катеричик написал, интересно, Катерина-то, ну, мы помнили из Нострадамуса, что это очень геростейшая, в Азии они называются Рубояд. Вот, и я тогда написал, что среди космической системы, где мир божественной мысли, мы главы истинной поэмы с лирическим названием «Жизнь». Вот я тогда поставил, в принципе, вот это всё эпиграфом сюда, вот, и понимаю, что открытая книга человечества, которая постоянно динамически обновляется на этой планете, мы все приходим в этот мир и уходим. Самое ценное в этой жизни, что есть, мы понимаем уже к возрасту, это время, но, я подчёркиваю, время, наполненное опытом, которое перерастает в человеческую мудрость. Мудрость, дающую другим поколениям знания, мудрость ту, которая поистине делает человека не просто живущим на Земле, жизнь во имя некролога, а во имя того, чтобы человек пришёл, придя на эту планету, выполнив свою миссию, передав знания, уйдя сам в другие высшие миры, сделал себя поистине исторической, не мгновенной, не фрагментарной личностью, а исторической, которых у нас сейчас очень мало. Люди стремятся влезть в истории аналы, иной раз будем сказать, совсем не через те коды, через чёрные двери. Мало мы знаем людей, благодаря которым цивилизация называется настоящей цивилизацией человечества. Это те люди, это художники, выдающиеся поэты, мыслители, писатели, это люди, которым, благодаря человеческой цивилизации, носит название высокоразвитой человеческой цивилизации. Это Бах, Петховен, это Моссор, это люди, которые действительно превознесли в большую, великую, будем сказать, вклад в историю человечества. Поэтому сейчас, в данный момент, когда мы, спустя три года с Ириной Борисовной, когда мы, так сказать, уже свершилось то, что мы задумывали, ну вот, будем сказать, я стою перед вами, сидите вы все, люди, которые не случайны в этом мире. Вот, поэтому любых случайностей у нас не бывает. Поэтому, открывая свой вечер, вы видите, что сделал такое большое длинное предисловие, вот, я нередко, редко делаю свои вечера с Ириной Борисовной. Помните, когда, тогда еще, будем сказать, в одном музее Рыльского, когда Рыльский, в принципе, завещал, что ни одного русского слова не прозвучит в моем музее. Это его были слова. Да-да, его внучатый племянник Тадей сказал обратное. Вот, и я сделал этот авторский вечер. И вы сидели, это Ирин Борисов, в первом ряду, вот. И аплодировали. Да, и аплодировали. И знали, что это, что это было действительно, это первое, первое начало того, что, будем сказать, мы сделаем. Ну что ж, музей Шалом Алейхима, сакральное место, прекрасное. То место, в котором, будем сказать, и сам Шалом Алейхим, это был гениальнейший, выдающийся человек, человек, подвижник еврейского искусства. Дай Бог, конечно, я сегодня, я не волнуюсь, говорю сразу. Знаете, почему не волнуюсь? Потому что здесь все свои люди. Все свои люди, те, которые пришли сюда действительно не случайно. И вот сегодня я редко кому распахиваю свою душу. Но сегодня я попытаюсь распахнуть эту душу. Я попытаюсь сделать пупури, такой моноспектакль, показать. Вот мы окунемся и в глубины порочной человеческой души, с чем приходить сюда, с вот этими синтагмами завоевания эпохи, которые сделали колоссальный, огромный передел мирового сообщества. И в то же время окунемся в те ретро-пласты истории, которые дали нам семена сегодняшней духовности, дали нам ту историческую ценность, благодаря которой мы сейчас в мире существуем, как действительно цивилизация, достойная Бога. И вот дай Бог, чтобы это все произошло. Все спрашивают, как вообще начинается судьба поэта. Ну говорю сразу, судьба поэта нелегкая судьба, очень нелегкая. Если бы, например, я своим детям никогда бы им не советовал бы становиться поэтами. Это очень тяжелая вещь, когда человек, который достает вот эти необработанные алмазы, весь изрезанный, измученный, там в ущельях, а потом и гравирует сидит. Ибо путь граверств, когда человек гравирует их во времени, сознанием своим, это тоже очень тяжелый путь. Это путь, когда этот труд человеческий становится бриллиантом, достойным действительно для людей. Первые мои произведения, я когда, помню, прибежал к маме туда, я был, ну это еще давно было, много лет назад, меня интересовали образы, образы людей, ключевые фигуры, которые двигали историю человеческой цивилизации. Ну тогда мало нам открывали, мы, в принципе, знали только историю Советского Союза, хорошо, России, Древней Греции, Рима. И тогда впервые, помню, я сейчас, тогда еще, ну, импульсивный человек такой, вот, написал несколько образов. Мама даже не дошла домой, я ее прочитал прямо на остановке тогда, потому что этот образ из меня вышел. И вот тогда первый образ я написал, я был под впечатлением книги Иоанна Грозной. Вот, и вот это первая вещь, которая действительно радикальна, были два реформатора. Вот, последний в династии Иоанн Грозный, и первый, это Петр Первый в династии. Вот, поэтому это люди сделали, я не зря сейчас делаю такой эпос, вернее, экскурс по человеческим психологиям. Дальше вы увидите, как я построю свое выступление.